Улица План Слава Украине кричат, прикинь Украинская армия продвигается в Курской области, где Путин найдет людей для защиты Они сами собрались и запрыгнули в эту мышеловку Бои в Курской области идут по плану Побег с поля боя от казняки и потерянные срочники тоже часть ловушки В чем тогда план? Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось Так ли это и кто вообще еще готов воевать за Путина? Это программа «Лесон к событию», меня зовут Артем Радыгин, здравствуйте Более 40 населенных пунктов украинская армия контролирует в Курской области России Сообщает американский институт изучения войны Украинские военные чиновники говорят о 70 с лишним населенных пунктов Российская обороны потери территорий не комментирует Только пишет о готовности к новым атакам И, кстати, о готовности российские военные блогеры, которые поддерживают войну Пишут, что армия начинает стройку второй линии обороны возле Курска Начинает здесь ключевое слово На Авито как раз появилось несколько десятков вакансий на коммерческое рытье окопов От 5 до 7 тысяч рублей в день предлагают за подготовку укреплений И президент Украины Владимир Зеленский в телеграме написал, что обсуждает со своими коллегами Военные комендатуры на территории Курской области Получится ли у вооруженных сил Украины закрепиться в приграничном регионе России И чем отвечает российская армия, разбирался наш корреспондент Дмитрий Мороз Журналисты украинского телеканала ТСН побывали в городе Суджа Что, вероятно, означает, этот населенный пункт стал тыловым для ВСУ В том же материале журналистка сообщает, что украинские войска движутся далее А в самой Судже остается местное население, в том числе дети Жители Суджи пожаловались украинским журналистам на безразличие местных властей Которые не организовали надлежащей эвакуации С тяжелыми боями, но войска продвигаются вперед, сообщают в генштабе украинских сил обороны Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 13 августа поблагодарил своих военных Которые взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области Благодарю всех наших ребят, которые пополняют обменный фонд Это очень важно для нашего государства Уже сотни российских военных сдались в плен Командир чеченского подразделения Ахмат Абтия Лаудинов в своем телеграм-канале подтвердил Что украинцы в Курскую область зашли группировкой около 10 тысяч человек Целью ВСУ был захват Курской АЭС, говорит Лаудинов Но планы украинцев якобы уже сорваны Вот этот блицкрик Зеленского, который планировался с захватом АЭС Курчатова И уже выходом на переговоры с ультиматумом О том, чтобы мы откуда-то ушли или еще что-то сделали И удался Россия выводит часть своих войск из оккупированных территорий Украины в Курскую область Чтобы остановить наступление ВСУ, пишет The Wall Street Journal Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Курске, подтвердил, что он глубоко в теме Я регулярно общаюсь со своими сотрудниками Наверное, каждые 4-5 часов за последние 6-8 дней И это создает настоящую дилемму для Путина А мы находимся в прямом постоянном контакте с украинцами Пока что это все, что я собираюсь сказать об этом Украинские солдаты продолжают публиковать в соцсетях новые фото и видео Подтверждение своего присутствия в населенных пунктах России На этих фото солдаты 3-й штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Плехова, южнее Суджи Прорыв ВСУ в Курской области стал возможен во многом благодаря тому, что кадыровцы сдавались в плен, не оказывая особого сопротивления, сообщают Кавказ Реалии Также российские З-военкоры утверждают, военные из полка «Ахмат» прятались за спинами солдат-срочников, снимая постановочные видео На сайте проекта Министерства обороны Украины «Хочу жить» сообщается, что бойцов полка «Ахмат» взяли в плен, цитата, «глубоко в тылу от российско-украинской границы» Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал сдающихся в плен чеченских военных Центральная проплаща Суджи Тем временем срочников, выживших после прорыва границы, заставляют подписывать контракты, чтобы вновь отправить на передовую Рассказывают родственники военнослужащих Бросают в бой против их воли и отказников, пишет одна из собеседниц издания «Астра» Утром сын написал, что сейчас нас одевают, дадут автоматы, скорее всего, в бой Как минимум 500 россиян, отказавшихся воевать в Украине, вывезли из поселка Каменка под Санкт-Петербургом, где они содержались Не менее 150 из них отправлены в Курскую область И издание «Важной истории» подтвердило личность 22 солдат-срочников, пропавших в Курской области Все они из войсковой части в городе Клинцы Брянской области Это соседние регионы О переброске срочников в Курскую область из других регионов пишет и движение «Идите лесом» По их данным, срочников отправляют в приграничный регион под видом занятий по стрельбе И также сообщение о срочниках подтвердил в эфире Первого канала Аптия Лаудинов, которого мы цитировали в сюжете Большая часть участка нашей первой линии пограничной, она до сих пор контролируется Как сидели там и сидят бойцы подразделений пограничных войск Как бы оно ни было, те же срочники до сих пор сидят в некоторых частях И спецназ, то есть бойцы Ахмад Чечня до сих пор находятся Вот эти три ведомства, три подразделения находятся до сих пор Ну вот такие сообщения пока о российских резервах в Курской области Но гораздо оптимистичнее сообщение от агентства ТАСС Оно пишет, цитата «Число жителей Курска, желающих заключить контракт с ВСРФ, вооруженными силами Российской Федерации Выросло в три раза за неделю Конец цитаты, точных цифр ТАСС не приводит, поэтому я полез в другие окологосударственные источники В источники с места событий, так сказать Вот такой сюжет нашел у государственного холдинга «Известия» Каждый день со всей Курской области люди приходят в военкоматы, чтобы подписать контракт Всего от 10 до 15 человек в день В том числе из южных районов, откуда вынуждены были эвакуироваться Решение подписать контракт было принято ранее, но вот это произошедшее, это был последний каплик Захотелось все это быстрее ускорить и как бы идти вместе с товарищами, приближать завершение этого, данной специальной военной операции Ну и тут я хочу на два момента обратить внимание Первое, герой сюжета РНТВ зря замялся, когда его спросили, зачем он едет воевать Он почти правильно ответил, вот это вот все завершение всего вот этого, как он сказал Это официально называется ситуация в Курской области Формулировка из первых уст, как говорится, из обращения Путина так, что можем считать ее почти одобренной государством Второе, на что хочу обратить внимание, это формулировка корреспондента, что от 10 до 15 заявлений со всей области в день За кадром этого сюжета осталась стартовая цифра, это 4-5 заявлений в день То есть было 5, а стало 15 Формально же ТАСС не соврал, никого не обманул, действительно в три раза больше, просто ТАСС не уточнил масштабы такого патриотического прилива И нам, уважаемые зрители, глядя на такие очереди в военкоматы, глядя на успешное отступление элитных войск Рамзана Кадырова Также на переброску срочников, на заставление отказников ехать в Курскую область Нам очень интересно, есть ли у армии вообще сейчас мотивация воевать за Путина Такой вопрос вы можете найти в чате нашей трансляции Мы по традиции предлагаем вам три варианта ответа Это самый прямолинейный да-нет И третий, что все-таки есть мотивация, но пока только за деньги И пока вы голосуете, к нашему эфиру подключается бывший житель Курской области в целях безопасности Мы называем только его имя и добавлю, что Владислав уехал из России еще до военных действий в Курской области Владислав, здравствуйте, вы держите связь с жителями Курской области, следите за их реакцией И вот сообщение, например, от Владимира Зеленского, он в Телеграме написал, что обсуждает создание военных комендатур в Курской области Как ваши друзья, близкие, реагируют на то, что украинские военные могут остаться в регионе на долгое время? Здравствуйте всем Ну, к счастью, моих близких не коснулось Они живут в стороне от города Суджи Именно не коснулся захват украинских войск Но, скажем так, все на нервах А вот видят ли ваши близкие или, может, у вас друзья, которые там есть и следят за обстановкой Видят ли они тот патриотический подъем, о котором говорят по телевизору? Такого совершенно нет То есть население как бы было апатичным все это время Так оно и осталось С этой точки зрения, ну, 20 лет говорили, что ничего делать не надо И вдруг тебя просят что-то сделать А ты уже привык, у тебя рефлекс Ну, то есть они не наблюдают, например, очередей в военкомат Или какого-то роста энтузиазма, желания записаться в добровольца? Нет, нет Они даже эвакуации как таковой, хорошо организованной, не наблюдают Вот смотрите, я хотел еще один Я хочу привести цитату из материала наших коллег Северреали Они из Санкт-Петербурга отправили корреспондента вместе с волонтерами в Курскую область И там они брали у людей, которые вот как раз про эвакуации, слабо организованы и так далее Приходят люди брать гуманитарную помощь С ними общался наш корреспондент И вот он приводит цитату одного мужчины, который ползком через лес добирался до безопасности И вот что он говорит Он говорит Я думал, мы быстро освободим Донбасс, примем его в Россию и на этом все А дальше оказалось больше Вот замечают ли ваши знакомые, что у местных жителей меняется отношение к войне? Ну, скажем так, вы правы Они были не готовы к тому, чтобы Миранг может вернуться Но пока у большинства как было, все правильно, потому что Гарант сказал так, оно и есть Может быть, как-то они делятся тем, как поменялся их взгляд вообще на боевые действия, на ощущение того, насколько близко или далеко от них война Вот как раз таки 8 дней назад, когда только вооруженные силы Украины зашли на территорию Курской области Есть ли какие-то подробности? Кардинальных изменений я в отношении не наблюдаю Все-таки большинство изменений заканчивается из-за разряда А зачем мы вообще туда приберлись? Жили же хорошо И на этом все заканчивается Спасибо большое, Владислав, что наблюдаете за настроениями людей в Курской области И делитесь с нами, с нашими зрителями своими наблюдениями И передавайте огромную благодарность от нас своим источникам А нам с вами, уважаемые зрители, я предлагаю посмотреть сюжет о том, как же Кремль поднимает боевой дух тех, кого застали или еще кого не застали приграничные боевые действия И после сюжета мы обсудим, получится ли у Кремля найти поддержку от граждан Боевиков, которые пытались спрятаться в лесу, накрыли расчеты гаубиц Мста Задачу выполнили с минимальным расходом снарядов, при этом не выдали свою огневую точку Удары нанесли расчеты буксируемых гаубиц Мста Б группировки войск Север Они ликвидировали цель с минимальным расходом боеприпасов, не выдав своей позиции Пока федеральные каналы пересказывают пресс-релизы Минобороны России Само ведомство рапортует о колоссальных потерях ВСУ в Курской области Например, если верить Минобороны, только за прошедшие сутки украинская армия потеряла 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, в том числе три танка С еще большим энтузиазмом выступает на российском телевидении командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов Несмотря на то, что по мнению Алаудинова, план наступления Украины на Курскую область разрабатывали лучшие американские генералы Российская армия остановила продвижение ВСУ и взяла ситуацию под контроль, утверждает командир Ахмата Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены Мы уже в конечном итоге скоро скажем, что весь этот вопрос закрылся не только уничтожением этих сил и средств, а как я уже говорил ранее, еще и конечным итогом будет полное падение Украины И мы еще спокойно можем зайти и забрать те территории, которые считаем нашими В эфире Первого канала Алаудинов назвал бои в Курской области ловушкой для ВСУ и пообещал победу в войне уже в этом году Они сами собрались и запрыгнули в эту мышеловку, которая в конечном итоге их всех перемолит И я так думаю, что мы уже выйдем на все финишные прямые, о которых я говорил изначально еще весной Так что я думаю, что панику разгонять не нужно Командиру Ахмата вторят так называемые военкоры Александр Харченко предупреждает, что кроме боев в самой Курской области идет информационная война, которой главным оружием российской армии должна стать вера Нужно просто верить в наших защитников, мы обязательно победим и оккупанты будут выброшены с нашей земли Вера это защитный механизм и он сейчас как никогда необходим и эффективен Президент России Владимир Путин, вероятно, тоже решил применить этот защитный механизм И рассказал, как перед лицом украинского вторжения в Курскую область россияне еще сильнее сплотились вокруг него Ну и здесь ответ со стороны граждан России уже есть Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду Поддержка армии и увеличение, что очень важно Увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось Желают ли присоединиться к боям в Курской области солдаты-срочники, которых туда перебрасывают из других регионов России, президент Путин не уточнил И только добавляются сообщения о срочниках в Курской области, пока мы общаемся в прямом эфире И как раз о том, где Путин найдет резервы для защиты границ, мы поговорим с политиком Геннадием Гудковым Геннадий, здравствуйте! Как вы думаете, отправка срочников – это бюрократическая ошибка или отчаянный шаг? Я думаю, это непонимание, что делать Во-первых, поздороваюсь со всеми вами и со всеми зрителями Ну, что я могу сказать? Привычка лгать, она так же неотъемлема от российского руководства, как и привычка воровать Поэтому лучше ничего не поделиться Слушать их можно, верить им нельзя Вот, поэтому, да сейчас уже и слушать нельзя Потому что это бессмысленно Значит, ситуация такая, насколько мне известно Из, скажем так, людей более информированных, чем мы Ситуация такая, что поток пушечного мяса иссякает Военкоматы, которым дана разнарядка определенная, чтобы пушечный мясо регулярно поступало на фронт Они уже не справляются с этой нагрузкой Особенно им ставят задачу, ту, которой они не справляются Обеспечение призыва офицеров Офицеров запаса Офицеров, вышедших со службы На пенсию и так далее Вот там уже всякие льготы, коврижки и прочее, прочее обещаются И там уже пытаются сманить на эту службу, на эту войну 60-летних полковников Вплоть до этого доходит Это первое Второе Если все станет, не пойдет так, как сейчас идет, не по плану То готовится в России волна мобилизации Она готовится уже в принудительном порядке Бесячих контрактов Ну, вернее, наверное, деньги платить будут Но право идти или не идти у человека отнимут И такие уже сейчас приготовительные меры завершены Приготовление к этой волне По моим данным, непроверенным требующим уточнения Размах на мобилизацию чуть ли не одного миллиона Военкоматы, конечно, получившие разнаряд Причем это военкоматы Москвы, Московской области, Санкт-Петербург И других крупных городов Они, конечно, в таком легком шоке находятся По вот этим разнарядкам, которым спущено на мобилизацию Они заранее предупреждают, что они ее не выполнят Но я так понимаю, коль размах там их на примерно миллион восемьсот пятьдесят Там девятьсот с лишним тысяч Ну, может быть, им удастся пятьсот тысяч все-таки загнать на фронт По крайней мере, готовность Есть приказ по военкоматам Быть готовым к мобилизации с шестого сентября Почему эта дата? Сказать сложно Раньше эта дата была еще названа То есть военкоматы должны были подготовить все Что это значит все? Подготовить списки Кто где живет Кто у кого живет Кто у кого в каком месте забирать Где кто работает Где кто учится Кто там уехал к бабушке на каникул Кто не уехал И вот эта мобилизация Она должна пройти уже по крупным городам Я еще раз повторюсь Например, в Москве, насколько нам известно Разделен военкомат Система военкоматов на две части Одна будет заниматься призывом срочников Которых пока они отправляют на войну Но это пока слово Пока здесь ключевое И второе Это военкоматы непосредственно И у них основная задача будет мобилизация То есть они сейчас разделили вот эти два потока Срочников и мобилизованных уже на войну На две части И даны директивы Что там в первую неделю В течение недельного срока Военкоматы должны быть При поддержке МВД При поддержке там структур силовых других При поддержке администрации Загнать на фронт вот это все количество Военкоматы в тихо охреневают Извините за непарламентское слово Потому что у них нет ни помещений Ни туалетов Нигде покормить Нигде попоить Ни к чем одеть Ни во что обуть Но тем не менее Отрапортовали Что они готовы к этому И списки у них есть Но они надеются Что там всем миром навалившись Они смогут загнать на фронт При необходимости Когда будет политическое решение Политический приказ А он сейчас только-только носит Исключительно политический характер Они будут готовы начать Вот эту волну новую На волну мобилизации Меня предупреждают Вполне так сказать Серьезно Это не шутки Это проверенная информация Еще раз подчеркиваю Готовность к мобилизации есть Будет ли мобилизация Не будет И будет ли 6 сентября Или 6 ноября Это вопрос Политического решения Кремля Вот ресурсы Теперь по ресурсам По вооружениям По вооружениям Много старого Много Такого Не очень сложного оружия Производить Военно-промышленный комплекс Снаряды Мины Стволы пушек Минометов То что попроще Там идет ремонтная работа По технике По машинам Больших Серьезных запасов Новой техники Создать не удается И невозможно Мы собственно видели Как в Курскую область Какая техника ехала Это старые какие-то уазики С полиэтиленовыми крышами Уазики старые Танки чуть ли не 55 И много-много чего другого Но вы понимаете Миномет Он и миномет Он в 1943 году был минометом Что там в 2023 минометом Потому что там ствол Дальше уже зависит от того Насколько сложные там прицелы Наведения и так далее Попадания А так в принципе ствол Закладывается мина Она там взрывается Выстреливает оттуда И куда-то там летит Поэтому такого-то оборудования Такого оружия Таких боеприпасов В России сейчас производят много Что-то посложнее С самолетами там швах С сложной техникой плохо С системами там ВОПРО Совсем плохо Ну и так далее То есть есть где-то заделы А есть где-то серьезные проблемы Поэтому сейчас все больше и больше Начинает сказываться Военно-техническое преимущество Украины Поскольку Украина начинает воевать Уже абсолютно современным НАТОвским оружием По НАТОвским технологиям Плюс у них сейчас есть большое преимущество Достали они уже, так сказать, Россию Сначала опережали Потом отставали Потом сейчас опять достали Достаточно большое число дронов Различных назначений Дроновое оружие успешно развивается И осваивает Это оружие украинской армии И поэтому Мы имеем большое военно-техническое И тактическое Точное преимущество Плюс точные данные По наведению Плюс точные данные По разведке Плюс точные данные Навигации И так далее И тому подобное Плюс более опытная Более мощная И более профессионально Действующая система Противовоздушно-противоракетной обороны Ну просто опыт уже большой И она достаточно плотная Поэтому сейчас преимущество Постепенно Потихоньку Переходит К Украине Она поэтому Начала атаковать Сделав контр Раз он не получается Раз большими силами И большими жертвами Так сказать Приходится освобождать Какие-то украинские территории Украинцы взяли Вошли на российскую территорию И сейчас Готовы, так сказать Идти дальше Если почувствовать Что Такая возможность существует Как нож в масло Вошли В Курскую область Без всяких проблем Вошли Благородская Я не знаю О чем там говорит Путин Зачем он так сильно врет 130 тысяч Эвакуированных Из Курской области Уже доложил Сам губернатор Сказали Что сейчас готовится К эвакуации Еще 180 тысяч Но можете представить Что даже если Мы берем эти цифры Да То это огромное число Беженцев Которому России Помогать не готов Она просто Не готовилась к этому То есть у нее просто Нет ни ресурсов Ни одеял Ни палаток Ни мест там И так далее Все это Начинает Уже дошли до того Что отправляет их Запорожье Это уже Как бы так сказать Высшая степень Глумления Над людьми Над их проблемами Над их трудностями Они бы еще На фронт их отправили Вот Поэтому конечно Никто там Ничего там Бардар типичный Для России Это люди знают Отчаянные призывы Докричатся там До президента Мы это с вами Видим постоянно На видео Роликах различных Которые направляются Там В адрес Кремля Или просто опубликуется Чтобы привлечь внимание Мы это прекрасно видим И у меня Складывается впечатление Раз уж меня спросили И не прерывайте И у меня Складывается впечатление Я вот на самом деле Немножко сначала Скептически отнесся К этому курскому рейду Условному А сейчас я вижу Что не только Военный там эффект есть А очень серьезный эффект Политический и моральный Во-первых Это вдохновило Украину Во-вторых Это заставило По-другому Взглянуть на ситуацию Военную Запад Западную коалицию Оказывается Можно ничего Наскупать Да еще Неплохо Да еще Дать больше силы Во-вторых В-третьих Конечно Это нанесло На мой взгляд И мне кажется Сейчас Там что Путин не говорил О своей консолидации Чтобы объединились И побежать в военкоматы Чушь это собачья А вот такое впечатление Сейчас надлом пошел В общество Может быть Я ошибаюсь А как вы думаете Как долго Российским властям И телевизиеню Удастся Вскрывать Масштаб провала В Курской области А я думаю Что уже не удастся Понимаете Вот это вот Вставая из страны Огромная И не работает Количество гробов Количество смертей Количество проблем Количество нарастающих Трудностей Оно перерождается В новое Негативное Для Путина Качество Общественного мнения И отношения Народа К этой войне У меня такое Складывается впечатление Что сейчас Как-то вот эта операция В Курской области Она повлияла На серьезный На такой Произошел сдвиг Настроение В российском обществе Ну а потом Просто представьте 300 тысяч бегущих От войны 300 тысяч Это немало Это родные Близкие Знакомые Звонки Разговоры Жалобы И так далее И тому подобное Это вот огромная волна Информации Которую несут Эти 300 тысяч Эвакуируемых И при этом Все же видят Что Украина Не наносит ущерб Гражданскому населению Другая тактика Демократическая страна Не может вести Террористическую войну В отличие от диктатуры Я имею в виду Путина И его поддельника Военных преступников Вот поэтому Тут Пересходит Пересходит Многое Пересходит Серьезное переосмысление По крайней мере В определенных Слоях населения Я думаю Что эта волна Она дальше пойдет Она будет проникать В глубь Диффузию Идти как Ну и мы за ней Действительно Тоже будем следить Потому что пока мало Времени прошло Всего Чуть больше недели Прошло Чтобы посмотреть Замерить какое-то Социальное настроение И наверняка Какие-то соцопросы Появятся только Через пару месяцев А пока мы только можем Смотреть на реакцию Которую мы видим в медиа Которую видим в соцсетях И с чем жители Сами делятся Спасибо большое Геннадий Гудков Политик был в эфире Радио Свобода Он рассказывал нам О том Какой надлом происходит В сознании Граждан России Который видит Как война Война уже пришла Не на те территории Которые Россия захватывает А на те территории Которые изначально Принадлежали России И вот результаты нашего опроса Уважаемые зрители Вы проголосовали Большинство из вас 52% Что все-таки Даже у армии Путина Нет мотивации Воевать за Путина Спасибо всем большое Что смотрели Увидимся завтра До свидания Субтитры сделал DimaTorzok